Сегодня я делаю столик в скандинавском стиле. Это не моя идея, это дизайнерский концепт. Однако, как говорится, кради как художник. Вот и мне пришлось переосмыслить изначальную идею и сделать его полностью столярным. Сегодня мы снова поговорим о мебельных щитах, о столярных приемах и правилах, о скользящих соединениях, о покрытии маслом и немного о сопромате, а также коснемся темы дизайна. Как я уже сказал ранее, у этого заказа есть свой референс и он перед вами. В поисках информации об этом изделии я выяснил, что столешница у него выполнена из металла. Однако, по моему техническому заданию, необходимо весь столик сделать из массива. Разумеется, делать стол в такой же конфигурации из массива нельзя. Мебельный щит обязательно провиснет. Поэтому я приступаю к проектированию и 3D визуализации. Так, только не расходитесь, я быстро. Вот такой столик у меня получился. Я добавил подстолье и, как видите, мне удалось сохранить стилистику. А визуализация всегда помогает мне согласовать работу с заказчиком. У вас наверняка уже куча вопросов по конструктиву и практичности, но обо всем по порядку. А порядок у нас следующий. Начинаем работу с досок. Я делаю стол из дуба и планирую клеить щиты. Я все чаще слышу мнение, что проще купить готовые щиты и не тратить на это свое время. Наверняка так оно и есть. Но мне важно пройти цикл самостоятельно. Самому разложить ламели по рисунку ягодичным кольцам, самостоятельно нанести клей. Тем более, что я ни разу не встречал готового щита достойного качества. Да и качество склейки мне неизвестно. Один такой пример выходил у меня на канале недавно. Ссылку прикрепляю в подсказке. Я работаю с 50 доской. Ее проще распускать на ламели. Но и минусы у нее тоже есть. В 50-ке гораздо чаще встречаются внутренние трещины. В этот раз у меня в отбраковку ушло практически треть всех ламелей. Приступаю к подготовке щитов. И, как всегда, уделяю приличное время для того, чтобы разложить рисунок. В прошлом году я выпускал подробный ролик о том, как правильно склеить мебельный щит. Изменилось ли что-нибудь с тех пор? Немногое. Как видите, я клею щиты шириной 300 мм. Делаю так потому, что строгать я их буду с помощью рейсмуса. Как мы знаем, рейсмус не создает базовой плоскости, и поэтому необходимо щиты сделать максимально ровными. Стягиваю их промежуточно вот таким примитивным, но действенным способом. Снимаю щит. Как видите, я забыл предварительно убрать клей, и теперь его можно только срезать стамеской. Это не очень хорошо, потому что вместе с клеем могут оторваться и волокна древесины. Самый лучший способ – это дать клею подсохнуть 15-20 минут и удалить его с помощью шпателя. Он уже не размазывается, но при этом очень легко удаляется. Все щиты готовы, и они отправляются в рейсмус. Обработка идет практически на всю ширину ножевого вала. С учетом твердости древесины дуба – это практически максимальная нагрузка на рейсмус. Поэтому съем необходимо делать минимальный. Буквально одну-две десятки за проход. А первый проход рекомендую делать вообще на нулевой толщине съема. Далее я торцую щиты. Это не чистовой рез, это предварительная торцовка для того, чтобы было удобно работать с разметкой. Я приступаю к работе над столешницей, и мне необходимо соединить две половинки. После этой операции строгать широкий щит уже не получится. Поэтому необходимо сделать это максимально ровно, чтобы не образовалась ступенька между щитами. Для позиционирования при склейке есть огромное количество способов. Самый лучший из них, наверное, это ламельник. Но я еще не могу похвастаться таким арсеналом оборудования, поэтому буду использовать свой мебельный кондуктор Мастер 32. Для него эта задача нестандартная, но я уверен, он справится. Мой кондуктор настроен на фиксированную толщину ЛДСП плиты 16 мм. На самом деле его можно выставить на любую толщину панели, но к своему стыду на момент записи видео я об этом еще не знал. Как видите, отверстия имеют сильное смещение от центра, но из этого положения я решил выйти следующим образом. Я делаю по четыре пары отверстий для каждого щита, и делаю их с чередованием вверх-вниз. Возможно ли таким способом сделать абсолютно идеальную столешницу? Наверное, скорее нет. Скорее всего, на поверхности можно нащупать волну или рытвину, да и добиться полного отсутствия ступеньки между деталями невозможно. Зато именно такие незначительные дефекты указывают на то, что работа была сделана руками, и в этом их очарование. Ну и, как видите, все отверстия идеально сходятся. В этом кондукторе я не сомневался. Стягиваю щит с трубцинами, дополнительно зажимаю края и убираю клей вот на этом участке, просто чтобы продемонстрировать, что ступеньки между деталями не образовалось. Далее я делаю предварительную шлифовку щита зерном 80 грит. На этом же этапе я устраняю мелкие дефекты древесины. Для этого я использую только что полученную дубовую пыль и Tidebond 3. При полимеризации он становится темно-коричневым, а в сочетании с дубовой пылью смотрится очень естественно. Ну и стоит упомянуть, что большинство дефектов находятся на тыльной стороне столешницы, так как на лицевую сторону мы всегда стараемся выбрать все самое красивое. А мне нужно сделать шаблон для изготовления ноги нестандартной формы. Профиль этой ноги я практически напрямую отправляю из 3D-программы на ЧПУ-станок. В принципе, такие детали можно было бы полностью сразу сделать на станке с ЧПУ. Однако рабочее поле моего станка не позволяет мне сделать ее в полном размере. А шаблон до нужного размера я дорабатываю уже вручную. Вырезаю детали из щита, и возможно вам покажется, что я использую его расточительно. Но нет, поверьте мне, все пойдет в дело. Копирую форму по шаблону с помощью обгонной фрезы. Лучше, конечно, использовать фрезу с верхним подшипником, но у меня такой не оказалось. Подрезаю обе ноги одновременно, так как необходимо, чтобы размеры полностью совпадали. Дальше очень важно ничего не перепутать. А я уже, как помните, на этом попадался. Поэтому я обозначаю ножки с помощью бумажного скотча. Теперь уже произвожу финальную торцовку столешницы и подрезаю ее в размер. А еще в столешнице я предусмотрел вырезы под ножки боковины. Продолжаем наше движение от общего к частному. И я приступаю к работе над деталями. Добавляю скругление на столешницу и скругляю острые кромки ножек. Также я добавляю скругление на ножки, но только на лицевой их стороне. На всем внутреннем контуре я предпочел оставить острую кромку. Кстати, немножко занудства. Часто слышу, как мастера говорят, сейчас я сниму круглую фаску. Это некорректно. Скругление – это скругление, а фаска – это фаска. Перехожу к работе с подстольем, и конструкция здесь тоже достаточно интересная. Боковые ее части будут основными несущими элементами. И в месте максимальной концентрации напряжений она должна быть максимально широкой, но при этом не выбиваться из общей стилистики стола. И здесь очень важно соблюсти вот этот баланс между визуальной составляющей и практичностью. При всей своей визуальной неустойчивости стол должен быть максимально прочным. По моим расчетам, если человек случайно споткнется и вынужден будет за что-то опереться, стол должен выдерживать эту нагрузку. Ну и в конце я проведу небольшой тест прочности. По передней стороне будет проходить небольшая царга. Она должна быть прочной, но при этом не выглядеть громоздко. Я делаю ее так, чтобы она повторяла форму уклона боковин подстолья. Соединять все эти детали я буду на ус, поэтому запиливаю их под 45 градусов. Убираю все лишнее с боковинок, и теперь можно собирать раму. Для надежности добавляю в конструкцию планку по центру. Она предотвратит диагональное раскачивание и позволит притянуть столешницу через нее. Перед склейкой рамы я предварительно шлифую все детали до 150 грит. Кстати, соединение на ус всегда необходимо дополнительно укреплять. Для этого я пилю вот такие треугольники, которые будут приклеены изнутри. Осталось присадить заднюю царгу. Для этого я буду использовать шканты 10 мм и буду присаживать их вручную. Для этого я использую свои самодельные центровочные кернеры. Как я их делал, ищите где-то рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как видите, тоже вполне себе рабочий вариант. И прежде чем собирать раму, мне нужно сделать последний штрих. Я делаю глухие пазы на каждой детали. Зачем они мне нужны, вы увидите чуть позже. А пока я расскажу об этом способе фрезерования. Как видите, я использую погружную базу и делаю ряд отверстий. И уже после этого за один проход прохожу весь паз. Этот способ мне очень нравится, потому что можно единожды выставить глубину, и все операции проделать с одной настройкой. А еще при таком способе можно просто работать по разметке и не надо городить ограничительные упоры. Достаточно просто использовать параллельный упор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В очередной раз я радуюсь возможности сквозной протяжки на моем лазере и запихиваю туда ногу. Сейчас для тех, кто этот ролик не смотрит, а слушает. Не свою ногу, ногу стола. Я выбрал неприметное место с внутренней стороны бедра этой ноги и делаю гравировку логотипа. Сам логотип я немного скорректировал, чтобы он совпадал с геометрией стола. Малярный скотч я наношу для того, чтобы выступивший клей не испачкал внешнюю сторону стола. Сейчас очень быстро я покажу вам процесс позиционирования деталей. На самом деле этот процесс был очень кропотливый и долгий, ведь здесь ошибок быть не должно. Для более точного позиционирования я даже выпилил небольшой шаблон из ДСП. Зажимаю детали вместе и делаю предварительные пилотные отверстия в местах крепления. Теперь можно склеивать детали. Собираю все на мои любимые черные саморезы. И еще дополнительно стягиваю струбцинами. Произвожу те же операции для второй ноги, но уже в положении на боку. С помощью угольника проверяю перпендикулярность и на всякий случай чекаю углы. Видим 74 градуса слева и те же 74 градуса справа. Все ровно, можно стягивать. Ну что, у вас тоже разыгралась саморезофобия? Конечно же их не будет в готовом изделии. Они мне нужны были для точного позиционирования, ведь при стягивании струбцины есть большая вероятность, что детали соскользнут относительно друг друга. Тем не менее, этот узел все равно необходимо усилить, и я буду использовать для этого шканты. Кстати, для более плотной посадки шкантов я использую один очень неправильный способ. С удовольствием поделюсь. Как правило, при сверлении от руки мы разбиваем отверстие, и оно становится несколько большего диаметра. И как результат, шкант в нем болтается. Поэтому для десятых шкантов я использую сверло 9 мм. А уже после этого разворачиваю его десятым сверлом. Но сверло я включаю обратным ходом. Таким образом, оно одновременно и сверлит отверстие, и запрессовывает волокна. Способ совершенно не страшный и безопасный. Единственное, следите за тем, чтобы сверло не перегрелось. Мне осталось установить полку сверху. Ее я также присаживаю на шканты. Продолжение следует... Еще мне осталось добавить скругление на верхнюю полку. Устанавливаю противоскольные планки с двух сторон. На самом деле здесь достаточно одной на выходе. Но первая мне тоже нужна для увеличения плоскости опоры. Использую радиусную фрезу 12 мм и фрезерую в два прохода. Верхнюю линию я скругляю 4 мм фрезой и соединяю эту линию с линией ног. Как я уже говорил, всю механизированную шлифовку я выполнял зерном 150 грит. Но перед нанесением масла я выполняю финишную шлифовку зерном 180 грит. И делаю ее уже вручную. Покрывать я буду маслом биофа для мебели. У него довольно интересная консистенция и в банке оно напоминает сгущенку. Однако в момент нанесения оно превращается в обычное, понятное нам масло. Наносить масло можно любыми доступными средствами. Но работая со столешницами, я всегда предпочитаю кисти. Дело в том, что маслу нужно впитаться вглубь деревесины. А кисточка позволяет нанести его обильно. После нанесения масла я даю ему впитаться 10-15 минут. После чего начинаю удалять излишки ветошью. Здесь я стараюсь не вытереть масло со столешницы, а наоборот втереть его. На этом этапе многие используют строительный фен для лучшего впитывания в поры древесины. Но я считаю, что этого тоже вполне достаточно. Еще одна особенность в технологии нанесения масла биофа – это полировка слоя. В своей работе я, как правило, покрываю изделие маслом в два слоя. Пока масло сохнет, я займусь изготовлением сухарей. Для тех, кто не знает, сухари – это классические крепежные элементы для столешниц. Сухари я делаю из обрезков щитов. Это удобно, потому что можно сделать их сразу пакетом. Выбираю четверть на торце, отпиливаю в нужный размер и с помощью каретки шинкую сухарики. Сухари – это элементы скрытого крепежа, но кто сказал, что они не могут быть симпатичными. Делаю скругление на углах и покрываю сухари маслом. Ну вот мы и добрались до финального этапа сборки. Я соединяю столешницу с каркасом и все сошлось идеально. Напомню, что столешницу нельзя жестко крепить саморезами и склеивать. Про это я подробно рассказывал в ролике про ювелирный стол, а сейчас расскажу вам про еще одно плавающее соединение. Помните те глухие пазы, которые я делал на деталях? Вот именно они и нужны для крепления на сухари. Таким образом, сама столешница крепится к подстолью насухо, и ничто не препятствует ее дальнейшему усыханию или наоборот расширению. Кстати, обратите внимание на зазор между столешницей и сухариком. Этот зазор необходим для того, чтобы прижать столешницу. А в дальнейшем, если крепление ослабнет, можно будет просто подтянуть его отверткой. А вот через центральную планку укрепить столешницу проще всего. Необходимо просто предусмотреть в ней продолговатый паз, перпендикулярный волокнам столешницы. При изменении размера в столешнице саморез просто будет двигаться в этом пазу. Ну что, стол стоит у нас на двух ногах, и самое главное в его эксплуатации, это надежно закрепить его к стене. А я проведу обещанный тест прочности стола. Нагружу его статической нагрузкой, равной 80 кг. Разумеется, никто не будет танцевать на таком столике джигу, но тем не менее, определенным условиям прочности он должен соответствовать. И конечно же, хочется, чтобы сделанные нами вещи прослужили своим хозяевам как можно дольше. На мой взгляд, добавление этого усиленного каркаса не испортило внешний вид изначального изделия. А может быть для кого-то он даже стал симпатичней. В общем, пишите об этом в комментариях. Что касается дизайна, я считаю, что это очень важное понятие. К сожалению, часто и дизайнеры, и мы забываем, что в понятие дизайна входит не только внешний вид изделия, но и его эргономика, надежность и эксплуатационные характеристики изделия. И конечно же, не все дизайнеры являются технологами, так же как и не все технологи являются дизайнерами. А ведь эти вещи должны идти рука об руку. Что касается нас, производителей, создателей, мейкеров, конечно же, тоже очень важно идти в ногу со временем. Как бы не хотелось порой идти на поводу консерватизма и отрицать все новое, жизнь не стоит на месте. И когда-то ультрасовременные стили тоже станут классикой. А на этом спасибо всем, кто все еще здесь. Всем мира и добра. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok